очередное вручение мы сейчас идем в кафе-центр где якобы будем снимать рекламу общаться так 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 здравствуйте 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 будет очередной разручаться письмо счастье асяд я говорю я к зеркалу подхожу на себя с надеждой смотрю почему я должен прийти в ресторан центру кушает вкуснее да второй обрадует людей потому что мы находимся центре махачкалы возле центра джума мечети и в центральном ресторане нашего города мы ищем какой-то девиз для этого места новый да почему центр тоже подходит честно сказать мечеть дом аллаха рядом намазы можно делать мусульманские еда ну очень понравилось как зашла мне как-то показалось как будто лесу птицы поют вы сказали с племянницами пришли надо вот мои племянницы вот моя сестра это муж родной золотой муж родной золотой яла когда по обо мне будут так говорить муж родной и золотой 87 килограмм чистого золота вы сказали дорогой золотой да это всю жизнь я так говорю уже 37 лет вместе живем родной золотой а почему он седой тогда раз если он такой родной и золотой жизненный стресс и перенес человек после этого но не связаны со мной а я вот как бы я это пытался связать какое качество вы в своей супруге очень цените все я ценю все в ней хорошо я не вижу плохого ничего не готовит и детей ухаживал когда молодые были гадить не ухаживали как вас кстати зовут аминат аминат а вот к одно качество аминат который вы особенно ценить как она говорит золотая моя золотая супруга супруга любимая слушай а как 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 вы балуете своего мужа что вы ему дарите в первую часть у себя что у него такая жена цель и слиток золота до за вы так захожу домой для всех я рада с тома для детей для мужа вот самое главное взаимопонимание уважение подарки вообще любите подарки я дам как раз таки у меня очень урожайный год в этом году связаны с подарками благодаря моей племяннице она конечно не хочет кадр попасть в смысле урожайны и близких людей что со стороны мужа что со стороны моих да но одна мечта есть вот в хадж попасть но не знаю если вы сейчас мне специально говорите чтобы не было стыдно потому что потому что все мне хоть все от меня почему-то хотят хадж нет не от вас я каждый день молюсь всевышний прошу дуа делай что всевышний мне открыл дорогу также аминат а чем будете просить там первую очередь наверное я как зайду туда вся дуна колени буду все просить для людей для своих близких чтобы эта война закончилась и чтобы все были живы здоровым всем удачи здоровья благополучия каждой семьи у вас на самом деле очень урожайный год на письмо откройте пожалуйста нужно нужно можно ящики один так читайте вслух как ощущение вас пробило слезу слезы пошли теперь вы понимаете что я ощущаю каждый раз когда мимо меня проходит путевка шучу я думаю каждый человек сейчас понял то дуа который сделала мама за своих дочерей поблагодарил их за ту радость которую они доставляют и своим близким и чтобы дал возможность всевышний еще больше радовать амин 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 что скажете даже не понимали что происходит конечно даже и не верится хотя вот на руках мага все дорога туда я хочу поблагодарить конечно перечет вам тура огромное спасибо вам тоже что вы вот так столько всего для людей делаете старайтесь вот это все моей племянницы которая она очень многим людям помогает вы знаете что ангелы в этот чтобы всевышний вот так дорогу открыл как и мне и моей сестре чтобы люди всегда могли его так радоваться и слезы всегда были слезы радости амин спасибо всем пусть аллах расширит возможности а вы получили я думаю в том числе потому что за других просите не забывайте наш проект проект омра хач потому что именно проект омра хач с помощью наших благотворителей тех людей которые стараются участвовать жизни этого проекта так или иначе они радуют а я как витрина нахожусь здесь немножечко с людьми общаюсь вам спасибо